Всем привет! Что-то одолела меня осенняя хандра. Крепко вцепилась своими холодными ручонками. Вышивка навевает грусть, процессов много и все труднее делать выбор, что же повышивать. Ведь все процессы такие красивые, такие любимые. А вокруг процветает рукодельное казино. Тут и кубики разных мастей. И рулетка, и даже мастер-покера есть. Азарт и развлечение. Хочется им не развеять грусть-тоску, да и вас немного развлечь. Предлагаю вам, мои дорогие зрители, немножечко поиграть. Назову я свою игру, пожалуй, осенний калейдоскоп. В ней будет вышиваться 10 процессов. И процесс под номером один называется, не боясь шипов. Этот дизайн разработан компанией ХАЕТ. Прекрасная птичка калибри, которую я вышиваю на габелиновой сетке, пяти там полукрестом. Вышит он на ней сейчас около десяти процентов. Процесс номер два. Девушка в лиловом от Надежды Ильиной. Прекрасная, милая девушка, с удовольствием мною вышиваемая. Но, к сожалению, пока на ней вышито всего лишь также около десяти процентов. Процесс номер три. Это витославлица, которую я вышиваю по набору от фирмы Овен. Очень душевный, красивый сюжет. Но, к сожалению, застряла я немного на не слишком качественных нитках. Но, тем не менее, сюжет менее прекрасным от этого не стал. Сколько сейчас вышито точно в процентах, я не знаю, так как вышиваю по бумажной схеме. И сколько там у меня отшито, неизвестно точно. Процесс номер четыре. Мой самый-самый большой дорогой гость. Всего лишь около одиннадцати процентов. Сейчас я на нем одолела. И работы, ой, как много впереди. И вышивается он полным крестом на аиде восемнадцатого каунта. Процесс номер пять. Дом мечты от Химеры. На котором вышито сейчас порядка четырнадцати или пятнадцати процентов. Точно не помню. Вышивается он, конечно, с большим удовольствием. Это мой самый новый процесс. И вышивая его полукрестом на конгресс в стране. Процесс номер шесть. Санта в санях. Прекрасный, замечательный новогодний сюжет от компании Dimensions. Который также с удовольствием вышивается. Пусть даже и совсем по чуть-чуть и редко. И на нем вышито всего порядка пятнадцати процентов. Но, надеюсь, все-таки я наверстать. И к Новому году, если не вышить полностью, то вышить все-таки как можно больше. Процесс номер семь. Мой один из самых старых процессов. Приближение весны. И вышиваю я этот сюжет на Лугане двадцать пятого каунта, аппетитом полукрестом. И сейчас вышито чуть более двадцати шести процентов. Процесс номер восемь. Цветы у ручья. Который вышивается на аиде шестнадцатого каунта полным крестом. И вышито у меня уже более сорока процентов. И планировалось завершить эту работу к Новому году. Но, но я теперь уже немного сомневаюсь, получится ли у меня это или нет. Номер девять. Королева Рождества от миробилии. Также начата уже очень давно. Хотелось мне вышить к Новому году, чтобы она на новогодние праздники украшала мой дом. Так же, как и другие новогодние сюжеты. Вышила я более шестидесяти процентов. Но застряла также на одной из спец нитей. Но, надеюсь, и королева Рождества у меня будет, если не закончена, то очень хорошо продвинется в этом году. И финальный процесс это тибетская девочка, которую я также планировала закончить в этом году. У меня уже было запланированных финишей и на лето, и на осень. Но как она у меня вышится, я на самом деле не знаю. Хотя вышито уже 70 процентов. Осталось всего 30. По сути, не так уж и много. Но посмотрим, как дел пойдет. Для участия в игре вам необходимо оставить комментарий с названием или номером процесса и заданием, сколько крестиков мне необходимо на этом процессе вышить. Максимальная ставка в игре одна тысяча. Неважно, крестиков, полукрестиков, просто тысяча. Также вы можете уточнить, где именно мне нужно вышить. Например, дорогой гость 500 крестиков на кафтане. Или процесс номер 7 800 снега. Но желательно, конечно, не слишком откидывать меня в сторону, потому как, например, на дорогом госте мне очень сложно будет сейчас вышивать лампаду или небо у дома мечты. Каждому комментарию с заданием будет присвоен номер. Ровно через сутки после выхода этого видео я случайным образом выберу один номер и выполню соответствующее ему задание. Как только оно будет выполнено, я также рандомно выберу следующее. Если за вторые сутки после выхода видео будут еще комментарии с заданиями. Также по истечении вторых суток будут присвоены номера комментариям. И последующее задание будет выбираться уже из всех присвоенных номеров. И так далее до следующего видео по игре. Осенний колейдоскоп продлится до конца октября. И по окончании игры я также случайным образом выберу одно задание из тех, что было мною выполнено в этой игре и комментатор получит от меня маленький сюрприз. Думаю, мы с вами отлично проведем время за игрой. Жду ваши комментарии и задания. Ниточки и иголочки у меня всегда на готове. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok